И во время заклинания видят собственными глазами или глазами девушек и детей ангелов, к которым и обращаются с вопросами. На основании фактов, сообщаемых итальянским биографом известного Калиостро, можно думать, что знаменитый авантюрист-чудодей, объездивший Грецию, Египет, Персию, Аравию, познакомился там с различными способами ворожбы, тесно связанными с гипнотизмом. У него была голубка, то есть невинный ребенок. Стоя перед графином, этот ребенок получал от наложения на него рук великого кофты, дар общения с ангелами, и видел в графине все, чего от него требовали. Впрочем, на Востоке, не понимая истинной причины появления галлюцинаторных образов, были, по-видимому, знакомы с гипнотическими явлениями обстоятельнее, чем маги древности, и давали себе довольно ясный отчет в самих фактах. Так как зрение, пишет Ибн Халдун, есть благороднейшие из чувств, то они прорицатели и отдают ему предпочтение. Сосредотачивая свой взгляд на предметах с гладкой поверхностью, они внимательно созерцают их, пока не увидят того, что им нужно возвестить. Некоторые полагают, что видимый при этом образ обрисовывается на поверхности зеркала, но это неверно. Прорицатель пристально глядит на поверхность зеркала, пока она не исчезнет, и пока между ним и зеркалом не явится как бы завеса из тумана. На этой завесе выступают образы, которые он желает видеть, что позволяет ему давать положительные или отрицательные ответы на предложенные ему вопросы. Тогда он рассказывает, что видит. Прорицатель в этом состоянии не видит того, что можно действительно видеть в зеркале. У них является совершенно особый род восприятия. Этот отрывок крайне любопытен. Явления здесь описаны замечательно верно, а тот особый род восприятия, о котором говорит автор, есть, конечно, не что иное, как галлюцинации. К области гипнотизма же относятся опыты, производившиеся алжирским колдуном Ахмедом в Каире, в присутствии лорда Прадеа и Ламборда. В них, как и во всех опытах этого рода, участвовал ребенок. На ладони монолиты были чернила, и мальчик-египтянин скоро увидел на них движущиеся, возникавшие и исчезавшие человеческие фигуры. Эти опыты часто производились в присутствии Ламборда, и потом были повторены им самим полным успехом. Не решаясь дать объяснение этим явлениям, ученый-академик признает за ними полную достоверность. Из всех этих вполне согласных наблюдений и опытов, говорит он, вытекает тот положительный факт, что под влиянием особой организации и известных обрядов, в которых трудно отделить обряды, влияющие на получение результата, от церемоний, составляющих только внешний аксессуар, дети, взятые с улицы, без всякой предварительной подготовки, без возможности какого-либо обмана, и видят на ладони с такой же ясностью, как в окно, движущихся, появляющихся и исчезающих людей, которых они вызывают, и которые являются на их зов, с которыми они разговаривают и о которых сохраняют воспоминания после опыта. Я привожу факты, но не объясняя их. Даже произведя над самим собой этот опыт с полным успехом, я не мог дать себе отчет в полученных результатах. Я только утверждаю самым положительным образом, что все сказано мною верно. Я делал это спустя 12 лет после того, как покинул Восток, потому что не говоря уже об абсолютной реальности явления и даже точности некоторых ответов, не могу допустить, чтобы был обманут или сам обманывался во время опытов, производившихся около 20 раз на моих глазах. По моему требованию в присутствии множества различных лиц, в 20 различных местах, то в четырех стенах моей комнаты, то под открытым небом, то на моей лодке у берегов Нила. Из описания Лаборда, из приведенных выше слов, Ибн Халдуна, мы должны заключить, что видения, которых идет речь в этих случаях, относятся к числу видений галлюцинаторного характера. В самом деле, как говорит Ибн Халдун, фигуры являются не самым зеркалем, а на завесе, как будто из тумана, появляющейся между зеркалом прорицателем. Зеркало исчезло, то есть прекратились внешние восприятия и другие образы, образы, связанные с идеями, на которых сосредоточилась мысль загипнотизированного субъекта. Заняли их место. Точно та же субъекта, наблюдавшаяся Лабордом, видит на ладони с такой же ясностью, как слуховое окно. Следовательно, и здесь образ не совпадает с предметом, обуславливающим видение, а находится на этот раз позади его. Мы имеем здесь проектированный во внешний мир фантастический образ, как всегда бывает при объектирующихся мозговых образах. Кроме того, самый характер образов заставляет отнести их к числу образов галлюцинаторных. В самом деле, многочисленные описанные в литературе факты говорят за то, что воспринятый образ обнаруживает соответствие с душевным настроением воспринимающего субъекта, с его привычками и идеями, предшествующим душевным опытом. Так один римлянин, часто посещавший игры, цирка и постоянно терпевший поражение на бегах, видел в наполненной водой в вазе коней и колесницы, лица, гадавшие в средние века о будущем посредством зеркал, видели обыкновенно ангелов или злых духов. Наконец, индийские вдовы, восходя на костер, видят в зеркале, которое передает им жрец, сцена из переселения душ. Достаточно ли одного фиксирования взглядом зеркала, воды, блестящих предметов, чтобы возникла галлюцинация? Или же мы должны приписать известные доли влияния различным сопутствующим церемониям, заклинаниям, курениям и так далее? Мы думаем, что заклинания, молитвы и так далее оказывают несомненное влияние на получаемый результат. Талисманы, заклинания, молитвы служат очевидно для того, чтобы привести субъекта, над которым производится опыт, в состояние, благоприятное для появления галлюцинации, и при том галлюцинации определенного характера. Это род внушения, вызывающего видение, которое желает получить. Благовонные курения, сожигаемые обыкновенно на жаровне и вдыхаемые субъектом, над которым производится опыт, оказывают, по всей вероятности, некоторые анестезирующие действия, тоже способствующие появлению галлюцинаторных образов. Мы видели, что для приведения субъекта в особое нервное состояние, при котором легко возникают галлюцинаторные образы, пользуются блестящими предметами, зеркалом, водой, металлом. Но, как выше указано, нет абсолютно необходимости фиксированием блестящих предметов. Фиксирование любого предмета при известном душевном настроении ведет к тем же результатам. Методы гипнотизирования Один из способов гипнотизации состоит в фиксировании глазами белой черты, проведенной мелом, или зачарненного круга. Первым из этих методов, описавший его Паттер Кирхер, пользовался для приведения кур в каталептическое состояние. Связанная курица кладется на землю. На полу перед ее глазами проводят мелом белую черту. Когда она успокоилась, ее развязывает, но она остается неподвижной на том же месте. Чермах, повторивший опыты Паттера Кирхера, убедился, что курицу можно и не связывать, что достаточно придержать ее рукою. Белая черта служит для того, чтобы фиксировать взгляд животного, а по прошествии некоторого времени замечается явление, тождественное с теми, которые изучались под именем гипнотизма. Животное, будучи совершенно свободно, не делает никаких попыток убежать. Оно сохраняет приданное ему положение, как бы оно ни было неудобно. Глаза его иногда широко раскрыты, в большинстве же случаев полузакрыты веками. Это состояние длится от одной до пяти минут. Опыты эти не проходят бесследно для животных, над которыми они производятся, как видно из сообщения, читанного Гартингом в Парижской Академии Наук. В течение нескольких лет, говорит Гартинг, я произвел множество опытов над животными, гипнотизированными по известному методу, над курами, голубями, кроликами, морскими свинками, лягушками. Если одно и то же животное подвергалось гипнотизации несколько раз, его нервная система оказывалась сильно расшатанной. У меня были куры, подвергшиеся гипнотизации в промежутках от двух до трех дней. По прошествии трех недель одна курица на филах ворачь, обнаружилась гимми-плегия, паралич с половиной тела, и животное издохло. То же произошло и с остальными пятью курицами. Все одна за другой поражались гемиплегией, хотя и по прошествии различных промежутков времени. В течение трех месяцев все куры подохли. Этот опыт, прибавляет Гартинг, должен внушить нам некоторую осторожность при производстве гипнотических опытов над людьми. Вернемся к изложению методов гипнотизации. Для того, чтобы привести человека в гипнотическое состояние, фиксируемый предмет не должен обязательно быть блестящим или белым, как в описанных опытах. Пристальное созерцание черного круга приводит к тем же результатам. «Я черчиваю куском угля, — говорит Жиго Сюар, — на квадратной доске круг 10 см в диаметре, и совершенно зачерчиваю его. Потом я приглашаю госпожу Хэ пристально смотреть на черный круг, так же, как она смотрела за несколько дней перед тем на свечу, и тем сама привела себя в гипнотическое состояние. По прошествии одной минуты она была загипнотизирована и находилась в сомнамбулическом состоянии. Этот опыт показывает, что самое главное здесь — пристальность взгляда, внимательное и продолжительное созерцание одного предмета. Усыпить субъекта можно, производя быстрые движения перед его глазами с целью помешать ему видеть окружающие предметы. Этот метод гипнотизации применяется реже, чем фиксирование блестящих предметов, хотя он не менее успешно приводит к цели. В заключение скажу, что гипнотический сон может быть вызван так же повторными, однообразными звуковыми впечатлениями. Так как способ этот менее известен и пользуется меньшим распространением, то я и ограничиваюсь одним этим и заявлением. Прибавлю только что появление гипнотического сна вследствие преграждения доступа слуховым впечатлениям не представляет ничего странного. В самом деле, во всех случаях мы имеем дело с одним и тем же явлением. В этом случае, как и вышеописанных, все сводится к сосредоточению внимания на одном впечатлении — к утомлению чувства, играющего выдающуюся роль в душевной жизни. По Гайбенгайну тот же результат достигается осязательными раздражениями. Явление анестезии и гиперэстезии в области общего чувства. Просматривая различные сочинения по гипнотизму, мы находим, что у одних гипнотизированных замечается анестезия, у других гиперэстезия в области общего чувства. В опытах, производившихся Демарка и Жеротилоном в муниципальной больнице, общая гиперэстезия наблюдалась всего один раз. А зам, не отмечая количественного отношения случаев анестезии у гипнотизированных случаем гиперэстезии, говорит, что часто наблюдал первую. В случае, описанном доктором Геррино в Пуатье, болевая чувствительность была подавлена, тогда как тактильная была сохранена. Аналгезия, невосприимчивость к болевым раздражениям, была настолько сильна, что когда раненому отрезали ногу, он заявлял, что находится в раю, хотя с точностью мог указать момент, когда был произведен разрез мягких тканей. Точно так же при операции, произведенной Брока и Фолленом, больная женщина 40 лет не ощущала ни малейшей боли. Я не буду останавливаться на этих наблюдениях, общеизвестных и вызвавших в хирургическом мире надежды, которым не суждено было оправдаться. Прибавлю, однако же, что в случаях, приводимых к ДМРК и Жиротилоном, у многих больных, страдавших различными болезнями, боли проходили благодаря гипнотизации. Если гипнотизация часто влечет за собой анестезию различных степеней, то, с другой стороны, она нередко вызывает гиперэстезию. В опытах, производившихся в муниципальной лечебнице, у одной больной наблюдалась сильно выраженная общая гиперэстезия, у одной девушки, усыпленной доктором Азамом, наблюдалось то же явление в очень высокой степени. Она, например, ощущала теплоту обнаженной руки, помещенной за ее спиной, на расстоянии 40 см. Ощущение холодного предмета при тех же условиях воспринималось ею с одинаковой ясностью. Гиперэстезия некоторых чувств. Восприятие зрительных впечатлений в гипнотизском состоянии, обыкновенно отсутствует. Что касается других высших чувств, то здесь часто обнаруживается понижение восприимчивости к внешним впечатлениям. Это доказывается почти полным отсутствием реакции у больных Демарке и Жиротелона, которым давали нюхать аммиачные растворы или же смачивали этим раствором губы и язык. В некоторых случаях, однако же, наблюдается повышение восприимчивости этих чувств. Некоторые лица в состоянии гипноза воспринимают такие обонятельные раздражения, каких не замечает никто. Иногда достаточно задолго перед тем прикоснуться к какому-нибудь пахучему предмету, чтобы гипнотизированный заметил это и определил запах. Наибольшую остроту приобретает состояние гипноза бесспорно слух. Все наблюдатели согласны в этом отношении. Одна больная в муниципальной лечебнице отчетливо слышала слова, произносимые слабым шепотом у ее ног, тогда как окружающие, несмотря на все свои усилия, ничего не слышали. Девушка, которая сообщает о зам, слышала разговор, происходивший этажом ниже, различала тиканье часов на расстоянии 25 футов. Гиперэстезия слуха не всегда бывает выражена так резко, но наблюдается постоянно, и при том в значительной степени. Демаркей и Жиротелон не без основания объясняют этой гиперэстезией слуха те случаи внушения, которые иногда приписываются влиянию воли гипнотизирования. Власти, которые он получает над гипнотизируемым субъектом, но объясняя сохранением нормальной восприимчивости или даже гиперэстезией ее некоторые случаи внушения. Эти авторы не придают внушение того значения внушению, каким оно обладает в действительности. Все сводится, по их мнению, к приказу, произносимому в полголоса и произвольно исполняемому гипнотизированным. Они не допускают даже возможности внушения посредством известных поз, что, однако же, наблюдается несомненно и вполне объяснимо с физиологической точки зрения. Каталептическое состояние Внушение Когда Азам сложил у госпожи Хэ руки так, как их складывают при молитве, и оставил ее на некоторое время в этом положении, девушка ответила на обращенный к ней вопрос, что она молится и присутствует при религиозной церемонии. Когда ее голову наклоняли вперед и складывали руки, ей овладевало чувство смирения, сознание собственного ничтожества. Когда голова была поднята высоко, у нее являлось гордое чувство. Эти опыты были повторены множество раз на различных лицах и приводили обыкновенно к одному и тому же результату. Если остановиться на приведенных фактах, они покажутся нам менее странными, чем это кажется на первый взгляд. Междуумственными образами, выражающими их символическими образами и движениями, служащими для внешнего проявления этих образов и символов, существует столь тесная связь, что к какому бы звену из образуемой ими цепи мы не прикоснулись, на это прикосновение немедленно ответят все прочие звенья. Умственный образ обыкновенно вызывает появление символического образа, а последнее влечет за собой движение голосовых мышц. Наявление может протекать и в обратном направлении, когда мы произносим даже не слово, а хотя бы один из составляющих его слогов. А остальные слоги являются сами собой, и в то же время возникает умственное образование, образное представление. То, что наблюдается в области речи, справедливой для игры физиономии жестов, представляющих иной вид выражения мысли, язык особого рода. Поэтому нет ничего странного в том обстоятельстве, что известные специальные позы вызывают определенные умственные образы. Опыт только подтверждает то, что можно было предвидеть на основании теории. Внушение посредством слов Относясь к явлениям внушения посредством слов во время гипнотического сна со всей осторожностью, необходимой в научном исследовании, мы не находим, однако же, и здесь ничего такого, что могло бы нас заставить отвергнуть относящиеся сюда и описанные в литературе факты. Самый интересный наблюдаемый здесь факт состоит в том, что усыпленному субъекту внушают убеждения, будто тот или другой предмет, вызывающий у него чувственные впечатления, представляет нечто совершенно иное, что та или другая часть его тела подверглась определенным изменениям. «Я вытягиваю у мадемазель Хэ руки», — говорит Филиппс, «и говорю ей, что они приобрели ригидность железа, что они стали так же нечувствительны, как ручки кресла». Сказанное мной осуществляется в действительности. Сериг и Легуэ и многие из их присутствующих коллег убеждаются в полной нечувствительности девушки к самым глубоким уколам в течение четверти часа. Уколы были настолько глубоки, что следы их сохранились по прошествии долгого времени. Другой опыт относился к вкусовым впечатлениям. «Я подаю мадемазель Хэ стакан чистой воды с маленькой ложечкой и говорю, вот вам фисташковое мороженое». Она берет стакан, смотрит и заявляет, что видит чистую воду. Я делаю вид, будто возвращаю стакан обратно, но минуту спустя подаю его за гипнотизированный со словами. «Так вот же вам ванильное мороженое. Оно, надеюсь, будет вам по вкусу». На этот раз иллюзия в области зрения и мышечного чувства была достигнута. Девушка взяла ложечку и опустила ее в стакан с тем легким усилием и полукруговым движением руки, с каким гастроном снимает верхушку мороженого. Иллюзия вкусовая, однако же, не получилась. Мадемазель Хэ жалуется, что мороженое плохо приготовлено. Я повторяю, как неосторожно должны мы относиться к фактам этого рода. В них нет ничего невозможного, ничего такого, что не могло бы быть объяснено на основании того, что мы знаем из патологии души. В сущности гипноз – это сон. А мы знаем, что во время сна под влиянием слуховых впечатлений возникают умственные образы, когда, например, эти впечатления состоят из слов, сказанных на ухо спящему. Рейли сообщает, что одна особа видела во сне все, что ей говорили на ухо. А Мори рассказывает, что когда однажды брат сказал ему на ухо во время сна «возьми спичку», он увидел сон, в котором искал спичек. Но образы сонных грез и галлюцинаторные образы – явление одного и того же рода, или вернее одно и то же явление. Поэтому галлюцинаторное состояние может быть вызвано слуховым впечатлением, то есть может случиться, что чувства, при действии на них известных влияний, придут в такое же физиологическое состояние, как при реальном восприятии. Таким образом, нет ничего странного в том обстоятельстве, что девушка, усыпленная Филипсом, приняла воду за вещество более плотной консистенции и получила чувственное впечатление, соответствующее вкусовому галлюцинаторному образу, вызванному в ее уме. Что касается доригидности, которую представляли руки Муио Мазель Хе, то мы полагаем, что это явление должно быть объяснено иначе. В самом деле, Филипс советует разминать конечность, которая желает придать ригидность, чтобы показать гипнотизированному субъекту, что он ничего не чувствует. Но известно, что при некоторых гипнотизических состояниях наступает мышечная контрактура от простых механических раздражений. По Шарко, они возникают в литаргическом периоде при механическом раздражении сухожилия, самой мышцы или иннервирующего ее нерва, в сомномбулическом периоде от слабых раздражений кожи у истеричных женщин, гипнотизированных обычным способом. Ввиду этого можно думать, что в первом опыте Филипса мы имеем дело не с внушением, что ригидность руки, напоминающая по словам этого автора плотность железной полосы, обусловлена особым состоянием нервной системы, свойственным литаргическому и сомномбулическому периодам гипнотического сна. Причем всякое чувственное впечатление вызывает по рефлексу крайне интенсивные мышечные сокращения. Впрочем, уже до работ Шарко, установивших различия между явлениями, наблюдаемыми в каталептическом и сомномбулическом стадиях гипноза, было замечено, что мышечные контрактуры легко вызываются разминанием мышц гипнотизированных, и что легкое поглаживание вызывает почти моментальное расслабление сокращенных мышц. У Филипса и Азама мы находим множество фактов, не оставляющих на этот счет ни малейшего сомнения. Выше мы видели, что гипнотизация не проходит бесследно для подвергающихся ей животных. Можно думать, что она не безвредна и для человека. В последнее время против этого мнения часто протестовали, но из фактов, приводимых Демарке и Жиро Телону, видно, что следует быть крайне осторожным при применении гипноза, представляющего неудобства и опасности разного рода. Книга доктора Симона «Мир грез». Откуда в сокращении подчерпнуты нами вышеприведенные факты. Мысленное внушение Опыты, произведенные недавно, 1891 год, в клинике Льебо, кажутся нам наиболее ясно разъясняющими это явление. Инициатором этих опытов был Бонни, а затем для дальнейшего ее изучения присоединился еще Льежуа. Субъектом экспериментов была одна молодая девушка, Камила, у которой экспериментаторы не наблюдали самопроизвольного усыпления, и которая была очень восприимчивой сомнамбулой. Прежде всего взялся за дело при помощи паста в Бонни, усыплявшей ее неоднократно. На этот раз пытаясь действовать из одной комнаты в другую, причем она, или, по крайней мере, ее сознательное я, не подозревала ничего. И ему удалось таким образом привести ее в самнамбулизм в короткое время, несколько раз. Этот опыт он повторил таким же способом и над тем же лицом, и опять без ее ведома, став в саду Льебо на холмике, окруженном густой оградой из дикого виноградника, удаленном на 29 метров от такого места, на котором находилась самнамбула. Этот холмик был недоступен для глаз, и сверху того небольшая роща отделяла Бонни от усыпляемой девицы. Несмотря на это препятствие, мешавшее найти экспериментатора, Камилла впала в сон спустя 18 минут после того, как он направил свои пассы с холмика, на котором был скрыт. После этого важного испытания экспериментатор более не казался спорным. Экспериментатором вызов глубокого сна на расстоянии и совершенно, помимо ведомо усыпляемого объекта, чтобы однако придать еще более достоверность этому порядку фактов, Льебо, когда Бонни надолго оставил Нанси, попробовал произвести опыт того же рода, как и предыдущие, на той же девице, но только поручив усыпление одному американскому врачу, никогда не видавшему ее в гипнозе. Действия этого врача остались без результата. Затем, много спустя, Льебо сделал другую попытку при содействии Льежуа, которая напротив часто приводил Камилу в сомнамбулизм. То же место, те же условия, что и прежде, только усыпитель действовал не пасцами, а простым напряжением мысли. На этот раз сон обнаружился по истечении восьми минут, и это особенно важно, когда Льежуа, уведомленный о результате, подошел к спящей, она находилась в ношении только с ним одним. Как случается почти всякий раз, когда производит на ком-либо сомнамбулизм вблизи. Этот характерный факт был неотразимым доказательством того, что девушка впала в сон под отдаленным влиянием исходившим от личности Льежуа. Против предшествующих опытов можно возразить, что все они были произведены между восьмой и восьмью и девяти с половиной часами, и что субъект, ожидая усыпления, засыпал по причине в этот короткий промежуток, по привычке. Это возражение не лишено силы, но как объяснить то, что она засыпала только в дни опытов, всегда отдаленные один от другого? Мысленное внушение кажется настолько странным, что многие считают его прямо невозможным. Однако факты такого внушения были неоднократно засвидетельствованы даже тогда, когда ничего не знали ни о гипнотизме, ни о внушении. Вера в его существование проходит через все средние века. В особенности изобилы свидетельствами о нем 17 век, столь богаты разными нервными демонопатическими эпидемиями. Известный заклинатель отец Сюрен, человек добросовестный, которого никто никогда не подозревал во лжи, уверяет, что бесы, то есть одержимые, более двухсот раз открывали ему самые тайные вещи, скрытые в его мысли или в его особе. По словам Кальмейля, одного из лучших историографов всяких повальных нервных болезней, в сотне случаев можно думать, что одержимые читали в мыслях монахов, на обязанности которых было изгонять бесов. Но что всего лучше, мысленное внушение за свидетельство на официальным документам, подписанным братом короля сыном Франции, во всеобщее сведение французского народа. Мы Гастон, сын Франции, герцог Орлеанский удостоверяем. Желая получить совершенный признак одержания этих девиз, мы согласились секретным шепотом с отцом Таранквилем Капусином приказать бесу Сабилону, одержавшему в настоящее время упомянутую сестру Клару, чтобы она пошла и поцеловала правую руку отца Елисея, своего заклинателя. И названный бес повиновался нашему приказанию, согласно нашему желанию, буквально. И это нас заставило вполне поверить, что те, то, что говорили нам эти духовные лица, занимавшиеся изгнанием бесов, из названных девиц, об одержании сих последних, есть истина. так как невероятно, чтобы такие странные движения, такие познания сокровенных вещей могли быть приписаны человеческим силам. Желаю всем довести до всеобщего сведения. Мы соизволили на все удостоверения, подписанные нашим именем и скрепленные секретарем нашего дома и финансов Франции 11 мая 1635 года.